добрый вечер подключиться получилась давайте проверим хорошо так тема на сегодня вакцинации животных и протокол ветеринарной ассоциации давайте начнем сначала попробуем то что мы знаем в принципе все мы придерживаемся до этого протокола там есть некоторые нюансы вакцинация нас считается важнейшей мерой для профилактики заболеваний инфекционных и суть вакцинации у нас заключается введение в организм животного возбудителя заболеваний в ослабленной форме после этого иммунная система у нас обрабатывает иммунитет против определенного заболевания за 10 дней до вакцинации у нас принято обрабатывать животного от паразитов 10-14 дней желательно это делать двукратно если нерегулярно идет обработка животное и если это маленькие животные щенки котята или первый раз вакцинируется значит перед вакцинацией у нас необходим осмотр общей так как животное перед вакцинацией должно быть клинически здорово условно клинически здорово потому что полностью обследование мы не делаем никаких анализов не берем единственное если животное у нас не обработан там от паразитов на взрослой считается прошел например три недели четыре то мы можем предложить взять камни исследования значит вакцины у нас есть разные да и какие-то содержат ослабленные вирусы какие-то содержат погибшие вирусы сами эти вакцины они вызывать заболевания не могут они просто способствуют выработке антител другими словами у нас питомец получает специфический иммунитет к определенному заболевания в котором вакцинирован значит вакцинировать следует всех важно даже если животные не выходят из дома и на прогулке например находится поле зрения владельцев ни с кем не контактирует это неважно нации как бы держать нас все же правило вакцинации первое вакцинировать нам нужно только клинически здоровых животных кошка собак да значит диагностические мероприятия какие-то исследования требуется только если мы с этим для этого нужно как я сказала общая анализ кала а так мы меряем температуру опрашиваем владельца и осматриваем животного второе это нас обязательно обработка от паразитов не только от глистов демитизации ну и может быть вот блок клещей то есть от всех паразитов за 10 14 дней принято прививать 1 1 прививки щенкам делать там 8 9 недель это два месяца есть прививка но мы ее чаще не используем это для щенков которые раньше там до полтора месяца можно прививать и повторная прививка уже осуществляется через три-четыре недели раньше были прививки которые ревакцинировались через две недели сейчас нет также при вакцинации мы уже делаем вторую дополнительную вакцинацию против бешенства с трехмесячного возраста бешенство уже нас вакцинируется котят вакцинирует с 9 из 12 недель на бивак папе да но его не все используют как бы он считается и можете прививать можете не прививать не обязательно обычно с двух недель до шпы ой с двух месяцев может даже прививаем все не все пользуются папе нету не прививаю значит повторяет процедуру также у котят через три-четыре недели и уже ревакцинацию делают спешенством значит некоторые у нас врачи после первой вакцинации также через две через две недели дают повторный глисток ну я так не делаю я делаю я стараюсь чтобы владельцы обработали сразу двукратно перед вакцинация подготовили собаку если требует если необходимо то мы дадим анализы а потом вакцинируем чтобы во время вакцинации не было никаких изменений животного и после второй прививки через 10-14 дней у них уже вырабатывается активный иммунитет и животное можно и щенка можно выводить на улицу и он может общаться с другими животными во время вакцинации у него карантин какой карантин мы знаем да это основные правила не купать не переохлаждать там жирный соленый почем не давать до хранистов не обрабатывать но вы ничего в рационе не вводить и последующей вакцинации у нас уже проходит раз в год каждый год желать для владельцев я говорю чтобы не через ровно через 12 месяцев приходили а через 11 можно чуть раньше либо ровно 12 месяцев когда мы первый раз вакцинируем животного мы знаем что мы его регистрируем если у них выносим в паспорт и каждой вакцинации они нас тоже регистрируются ветеринарный паспорт у нас но образца только разные у него обложки туда мы вносим данные о вакцинации а дегерметизации обработки отблок клещей и других каких-то изменения изменения мы заверяем вакцинацию мы заверяем печатью и ставим свою подпись печать клинике или ветеринарного врача если не год раз в год там всех вакцинации своя инструкция повторяет через год там как раз в год получается где-то около 12 месяцев подходит вы когда три месяца приводите вы говорите приходите через через 12 месяцев у всех вакцинации в инструкции стоит разбой просто некоторые врачи почему-то у нас до 6 месяцев делают привакцинацию а так вообще через 12 месяцев повторяем на некоторых вакцинах указано там больше допустим при беженстве да там два года может беженство там действует вакцина но в связи с эпизодической обстановкой у нас меняются немножко до правила поэтому каждый будет вакцинировать нету из два в три месяца сделали да и получается год два месяца где-то ему получается принципе это нормально вот ну а вы правы год два месяца получается это два-три месяца ну ровно в год и зада при говорят многие врачи но когда вы правильно вакцинировали животных два месяца и в три месяца то следующей вакцинации у него уже идет через 12 месяцев многие не уверены там действие вакцины да и насколько вырабатываются антитела из-за этого но мы сейчас дойдем до правил этой ассоциации ветеринарных врачей и там у них вообще не рекомендовано прививать раньше животных по этим правилам но каждый врач и каждая клиника ну и даже каждый регион по своей эпизодической обстановке он менять может вакцинации но мы все вакцинации в любом случае когда приходит новая вакцина с которым мы не знакомы и не имели дело мы должны ознакомиться с инструкцией первое второе даже если мы знакомы с этой вакцинации но у нее может поменяться инструкция например там введение вакцин да если раньше она обводилась внутримышечно то ему делать под кожу ну то есть нам нужно посмотреть инструкцию в случае себя читать значит все данные мы вносим в паспорт регистрируем и ставим печать печать на вакцинации обязательно должно быть заверено врачом и и штамп стоять материнальный клиник если мы делаем бешенство да то номер который нам дает государственное учреждение мы должны регистрировать это животное бешенство в любом случае с трех месяцев негативные реакции на вакцину мы знаем это может быть повышение незначительной температуры тела один-два дня пускай на животное может немножко быть угнетенное вяло и плохой аппетит это длится там сутки может быть двое неэффективность вакцина возможны такие значит это когда недоброкачественные вакцины да вакцина может быть испорченная при неправильных условиях хранения и истече и истекший срок годности тогда животное может заболеть мы знаем что животных хранить вакцину мы должны в холодильнике и транспортировать мы должны только с хлада элементами и поэтому мы не вакцинируем животных которые на вакцинами владельца значит если рано привили да когда еще щенков есть материнский иммунитет и тогда происходит подавление вакцины с телами неправильное введение вакцины развитие болезни до введения вакцины когда бывает такое что вот жалоба щенок погиб от того что врач неправильно сделал вакцину не из того что врач неправильно сделал вакцину скорее всего вообще грызунов и экзотов для них нет вакцины против бешенства но кто-то умудряется ежей прививать на самом деле от бешенства сколько я работал государственной никогда ни ежей ни мышей ни крыс не вакцинировали от бешенства кто-то умудряется делить дозу и прививать их на самом деле они не прививаются и для них просто нет ее но они поглубляют как разумные источники ну прививайте даже кто-то умудряется кроликов вакцинировать от бешенства поэтому здесь значит дальше неправильное введение вакцины у нас это если допустим внутримышечно подкожно то там мы читаем смотрим развитие болезни до введения вакцины как раз то что говорила если животное уже болело то есть во первых неподготовлено да если у животного есть паразиты их его не обработали у него снижение снижен иммунитет вот либо он уже болеет на момент вакцинации находится в инкубационном периоде тогда он может болеть и вакцина конечно не будет эффективна когда есть какая-то сопутствующая болезнь почему у нас животное должно быть клинически здорово желательно вообще вакцинировать когда даже самки не в течке потому что тоже идет ну как по ослаблению иммунитета возможна вакцинация беременных но только в первую половину обычно стараются привязать то вязки вот и неправильная доза введения да некоторые считают что есть маленькая собачка нужно разделить дозу сделать половину нет если написано доза идет на голову значит доза на голову идет ее нужно прививать если мы боимся каких-то последствий там аллергический аллергическая реакция на филоксический шок мы делаем антигистаминный препарат но положено значит он не башен там 200 грамм он приходит это только распространено для доз на этих вакцинациях против дерматофит а также значит ну прославленных животных и можно сказать если мы обследовали вроде то не выявили у него было что-то и поэтому прежде чем нет чё мультикан почему мультикан полдоза идет по инструкции ну если идет подоза значит и полдоза если не идет если написано дозировка доза то значит вы тоже принимаете с мультиканом мы сейчас разберемся по козе дальше значит и в любом случае здесь нужно помнить о профилактике от глистов от блог дальше то что у нас написано в руководстве международной ветеринарной ассоциации ветеринарных врачей по вакцинации и собак и кошек значит это ассоциация нас была создана для разработки руководства вакцинации собак кошек для применения во всем мире первая версия в 2007 году опубликована 2010 году и в этом изменены внесены изменения значит в ней содержатся все правила о вакцинации научные данные на которых разработаны эти рекомендации значит а здесь в ней представлены все схемы вакцинации которые имеют место быть да но они могут меняться от саму вакцины вакцина приходит значит группа у нас международной ветеринарной ассоциации мелких животных она выделяет базовые вакцины которые должны получать все собаки и кошки независимо от ситуации географического положения эти базовые вакцины они обеспечивают защиту от тяжелых болезней распространенных по всему миру к базам вакцины мы относим это чума собак аденовирус собак паравирус собак у кошек это паравирус кошка лицевирос герпес вирус там где у нас значит эпизоатологии не очень хорошие с бешенством значит вакцинация против бешенства базовая считается также это ассоциации как раз то что мы считали что это материнский иммунитет может препятствовать да и поэтому приводит определенное время то есть это ассоциация она считает что материнские тела не препятствуют эффективному действию большинства вакцин приведение щенкам и котятам в раннем возрасте ну поэтому каждой вакцины ну и также там описано что уровень материнских у нас антител он разный у животных да и рекомендуется вводить животным вакцину несколько раз и последние у них ну как бы это ассоциация до последняя доза должна быть введена в возрасте 16 недель или старше и после чего ревакцинация там 6 12 месяцев но это вот ассоциации также учитывать нужно то что животных не нужно вакцинировать без необходимости не вводят их чаще чем раз в год или три года но это тоже в инструкции читаем у нас все вакцины которые ревакцинируются раз в год вот вовершенство написано но у нас там и тот тоже вовершенство своя схема чтобы она вам действовал в год вот также группа на ассоциации цельной лимфатии бы делала дополнительные вакцины которые необходимо вводить животных географическая география которых окружающие условия среды создают риск заражения определенными инфекциями и она туда внесла и но определенные вакцины к нерекомендуемых и не рассмотрела некоторые ну которые не имеют у которых есть ограничения цель и руководством значит на цель значит руководством ветеринарная ассоциация но не является наборным применяемым во всем мире правил введение вакцин значит она сделала одно правило да но как бы нужно учитывать по странам потому что по всем странам она не может ставить как бы индивидуально так как существует различие по странам и регионам и в плане инфекционных заболеваний до доступности вакцины какие вакцины производится там есть наличие поэтому цель руководства состоит в том чтобы определить ну дать рекомендации и практические подходы к вакцинации а также клинике имеют хорошо вот также значит клиники имеют возможность самостоятельно руководству как бы пользоваться этим руководством либо обсудив их и уже как бы исходить из своих перечни вакцин да и по инструкции уже действовать и какие заболевания ну как бы чаще всего вспышки и заболевания в стране бывает ну и также об этой значит руководстве рассмотрены вопросы о вакцинациях в приюте животных как их следует вакцинировать и что они более вакцин ну как бы восприимчивы а значит виды вакцин есть инфицирующие и не инфицирующие про них можно сказать вначале значит большинство большинство инфицирующих вакцин они используются для собак и кошек ну те которые используются содержит оттенуированные микроорганизмы и у которых снижена вероятность значит они ну как бы целые остаются и жизнеспособные и вызывает иммунитет как бы ослабленные вызывают слабое заражение и тем самым животное как бы животное вырабатывается иммунитет переплевает преимуществом инфицированных вакцин является как раз выработка активной активной иммунитета есть такие которые наносится на слизистую оболочку не инфицированные это у нас значит убитые вирусы значит они также вырабатывают они не заражают животное но вырабатывают иммунитет также там в этом руководстве у нас описано по отдельности да как происходит вакцинация собак происходит вакцинация кошек в руководстве по собакам представлен основной график иммунизации значит как вводится базовый этап с каким возрастом потом когда идет вакцинация щенков и ревакцинация через 12 месяцев и рассказывается о том что большинство щенков защищены материнскими антителами вот значит дальше ревакцинация собак также представлено когда происходит после базовой то есть вводится 1 вакцинация через сколько вот 2 и так ну через какое время то есть каждый год каждые 12 месяцев и также сирологическое тестирование кстати сирологическое тестирование иногда требует на когда животных перевозят за границу к вакцинации на бешенстве также то что мы говорили вначале мы все знаем про вакцинацию какие причины могут быть в случае не действия вакцины это материнские антитела которые нейтрализуют вирус вакцинальный вакцинальный а значит когда раны принимают также когда вакцина слабая и если иммунная система животное не способна адекватный ответ бывает такой случай это были случаи когда у маленьких собак некоторых у ну для этого делать сирологически тестируем у нас в барда и нашу там не проводят это дополнительные руководство по вакцинации кошки так же там представлено а когда идет значит так же основной график да основной график иммунизации применение базовых вакцин дополнительных и тех которые не рекомендуется вакцины вакцины значит базовыми вакцинами считается уже говорила про вирус кошек герпес вирус кольцевирус ну а а а и в некоторых странах ну у нас обязательно бешенство как у нас требуется по законодательству и также неотъемлемой частью базовых вакцинации у кошек и у собак является ревакцинация вторная следующая значит ну это вакцинация котят вакцинация там 6 и 12 месяцев 12 месяцев если у нас они приют 2 3 то 12 вот и все кошки должны получать первую следующую ревакцинацию кошек первую вакцинацию не позднее чем через 12 месяцев после окончания начальной серии вакцины для котят через год и если они привиты там 1 2 вакцины 3 и считается у них что следующий один раз 3 года вакцина и вакцинируется так как у нас неблагоприятные районы по многим заболеваниям вирусом мы вакцинируем их каждый год и вакцинах у нас в инструкциях стоит ежегодно также описаны места инъекции но для каждой вакцины это индивидуально потому что есть которые внутримышечные есть которые подкозно вводятся если будет если написано внутримышечные должно быть внутримышечным значит там у кошек очень часто бывает саркома на месте инъекции развивается обычно это на вакцинацию против вещества ну и само уплотнение которое после вакцинации развивается она раз может все никакого-то времени проходить рассасываться так бывает такое что приходится хирургическому хирургическую инъекцию делать значит для этого просто нужно правильно вводить вакцину да подкожно не меж кожу и чередовать места инъекции то есть если первая прививка сделана с одной стороны подкожно другая пускай будет сделана с другой стороны ну вообще инъекции нужно чередовать если много если в одно и то же место колоть конечно будет на многие препараты просто нужно чередовать место инъекции кошек просто это очень развитие иногда может получиться так что неподкожно внутри кожи попадают препаратом также у них представлена вакцинация собак и кошек в слоях приюта значит а если собака поступила в приют ну может но может и одна инъекция спровоцировать то что зависит от индивидуальности организма мы не знаем какая реакция будет значит если животное попало в приют и она вакцинирована у него есть документы то есть подтверждающие вакцину паспорт с печатью то их не вакцинирует просто все попало тогда карантин повернулся и все значит для кошек могут потребоваться дополнительно это вакцинация это то что касается ну что описано по этим правилам также это касается зоогостиниц да если животное вакцинировано то мы проверяем паспорт какая забота о животном за пределами вакцинации ну так как в Европе да в странах в западных странах многих животных бывает один раз в три года да то ученые озадачены были вопросом как раз таки таким как они могут обследовать их ну что животное не обследуется ежегодно вот и значит тогда они начали вводить там дополнительные вакцинации которые вводятся ежегодно чтобы обследовать каждый год также программа предусмотрена для того что ежегодно ну как бы обязательно ежегодно профилактическое профилактические осмотры животного чтобы заботиться его здоровьем она должна определяться возрастом породы породы которые предрасположены там каким-то заболеванием да о состоянии здоровья животное если животное какое-то хроническое хроническое заболевание поэтому его тоже на ежегодно осматривать также окружающая среда является одним из показателей наблюдения ежегодно стиль жизни это контакт с другими животными и путешествие владельцы так как часто животное уезжает ну молодым животным важны вакцинации именно контроль против обработки паразитов и стерилизация для пожилых животных это уже какие-то хронические заболевания также заболевания связанные с питанием контроля здоровья что ежегодная программа там профилактической заботы о животных она определяется возрастом породом состоянии животного стилем жизни и счастье владельцы документации также как мы сюда и проводим все данные о вакцинации профилактических мероприятиях также каких-то изменениях например стерилизация и кастрация мы должны записывать в документах паспорт а это дата введения вакцины серия вообще-то но на вакцинах на наклейках есть сейчас серия и даты да и срок годности раньше были вакцины просто не было наклеек поэтому они переписывались но если переписывать переписывать что вот тоже серия контроль можно переписать значит и подпись да и фамилия инициала врача срок годности и серия там если есть вакцины контроля это обязательно место и способ введения ну как бы мы это не указываем для некоторых может это важно поэтому можно указывать если на вакцину была аллергическая реакция то сзади в прочих мы можем поставить отметку что есть какие-то побочные реакции на вакцину на именно туда и можно поменять в следующий раз другую либо с антигистанином вводить вот это все у нас ну по ассоциации выполняется давайте сейчас посмотрю вот мультикан открыла значит у нас мультикан есть разные кусочки получается по одному и по два миллилитра 5 на миллилитра и мы тогда вводим по половине получать у нас 1 миллилитр и собака мелкий Это что касается Мультикана, да. Что касается остальных, которых мы часто, на Бивак и Урикан, то там одна доза указана. Также есть вакцины, например, против бешенства. На Бивак одна доза идет у нас, Урикан одна доза. Есть вакцины, где фасуют по 10 доз и уже там идет миллилитр, ну, миллилитр дозы. Вот. И также, допустим, возьмем на Мультикане, да, и здесь его будет внутримышечный Мультикан, значит, получается, что подкожно мы его уже не можем вести. Лис волков, волкосовых гибридов, ну, вообще их приевают, ну, как бы приевают, как собак, как собак, волки. Отдельно для них нет, но у нас в зоопарке приевали обычные вакцины, этот. Рубикан, бешенство. А такие, допустим, чума, да, собачьи делали. Пожалуйста. Енотов тоже собачьи приевают. Пожалуйста. Это все зависит, ну, к собачьим относятся. Ну, здесь нужно уточнять, когда к вам приводят животное, которое, ну, как бы не специфично, да, хищник какой-нибудь, то неизвестно, чем приевать. У нас медведь в зоопарке он тоже Рубиканом приливался, другие вакцины никакие не делались. Только бешенство. А кошачьи прививались к кошачьим. Ну, дозировка делалась в дозе. Ну, в принципе, все. Ну, киплет волка, если он живет, то, естественно, как собака проявляется. Как собака. Люди Владимировны. Еще ручку. Ну. Саша, по своему желанию, взял. Приводценили животное, даже ППИ. А то Рикана. Вместе слепты от Набилака. Вообще-то, как-то, ну, реакция-то никакой не был зазводного. Это он своей, ну, так, по-своему желанию, так, ураль. Просто обычные вакцины не смешиваются. Как бы, бывает, в случае по ошибке, сколько-то призывает, но... не знаю, насколько он критичный. Так, у девчонки не было вакцины в рекам просто сливки. У них не было, да, видите, только в рекам с бешенства. Обычно, конечно, не смешивают. Нет, ну, наверное, реакция-то, в принципе, не будет особо. Вот, будет ли вакцина в этом случае, как бы, действует, но... Просто не смешиваются, потому что, ну, они сделаны по-другому. Вот, а реакции, может быть, и не выйдет. Ну, на Эмрикан часто реакция, ну, бывает у животных, чаще всего, сколько у нас будет. На Лептисперос они реагируют. Мелкие собаки. Но если сразу в течение какого-то времени не было, то, может быть, и реакции дома-то не было. Сработала ли сама вакцина? Потому что она уже, как бы, изначально неправильно. Потому что, если вы владеете, нужно было бы вакцинарикам просто слепко. По отдельности неудобно ходить. Ну, непонятно. Действие врача, потому что владельцам, если вы бы прилили по отдельности, допустим, Эмрикан, там, даже ППИ, да, через две недели, скажем, на Эмрикан лепта прийти. Или, там, наверное, билак лепта. Он просто неудобно, как он, наверное, вообще сделать. Вот так. Не знаю. Я так никогда не делаю. Даже ревакцинацию не нужно стараться делать с той же вакциной, но бывает слое исключение, что через 3-4 недели, если нет вакцины, поевать другую. А этого нужно, как бы, ну, не злоупотреблять этим. А ежегодно уже можно как хочешь. Ну, если вопросов нет, то кто-нибудь задержит. Спасибо. Спасибо.